всем привет сегодня у нас опять уралвесовоз опять ремонт сегодня 18 июля на улице жара стоит и короче занялся я заменой насоса я покажу чё к чему стрелу поднял к верху так вот сюда поставил чтобы можно было сюда подобраться тут у меня досками было закрыто доски подмелку чё . все и видим тут насосик стоит это входной патрубок этот выходной напорный тут такой как этот уголок или из труб дела главное из простых труб водопроводных каких-то два уголка ну среди него тут что-то подтекает сейчас что у нас тут по плану по плану так тут на баке стоит кран сейчас я его закрываю и можно будет сливать масло дренажный шланг идет тут как он называется правильно его откручиваю и через него просто масло солью аккуратно подставлю что-то чтоб на землю не текло ничего ты-то шланг снимают этот откручиваю там кардан откручивать на обувь от насоса и крепление насоса и снимаю ладно все что-то делаю и смотрим так ну что наконец снял насос снимал недолго там принципе масло тут не удобно было там сливать текло текло масло через обратку видимо всасывалась там с бака и пришлось ну через что через как через напорный шланг получается через распределитель и через обратку и получается тут откручивал шланг и масло текет 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 видимо с обратки оттуда с бака потом на баке обратку эту сверху открутил сколько там со шланга вытекло и все больше не стало течь этот насос был такой здоровый по сравнению с этим что-то не могу понять поставить вот этот какой-то маленький что-то не понял может это не такой какой-то мне дали тут получается вот 80 литров в минуту качает вот марта шахтинский завод гидропривод это вот он как 56 56 кубиков вроде бы а вот этот насос о м фб фирма называется it italia вот написано сайт в интернете даже написан брест я италии вот марка мдс и со 80 d 0 правы видим тут или код это щекусь да ну чтобы лево сделать можно просто вот эти болты откручиваешь и вот эту крышку заднюю поворачиваешь на другую сторону чтобы этот был с этой стороны вход и все и будет левого вращения как бы в принципе вот эти также тоже делаются это также можно перекинуть скорее всего опять вот такие если наши восьмидесятые они еще больше по размерам вот и диаметр то еще больше то где-то тут 125 вроде бы размер а там 140 уже идет что ли и вот этот отверстие тоже еще шире швеллер там вырезать принципе недолго сваркой подрезать но он и сам по себе до 80 насос он больше он такой здоровый вообще я чуть не могу понять как почему-то вот такой какой-то насос куль здоровый хотя он 80 литров в минуту да как бы 56 56 кубиков это маленький такой ну что это собственно тоже также 80 литров в минуту просто вот 80 литров в минуту и тут также 80 литров в минуту что-то я не то может взял я сам насос стоит 41 тысячи штуцера купил вот эти на это вход входной такой штуцер и вот этот выходной под давлением тоже тут резинка все такая вот пока я на этом четыре болта на каждом стоит дренажный шланг вот это как он называется правильно подключен сюда на вход и сюда в насос уходит здесь нету такого тут как вот у меня не знаю может как он тут делается очень непонятно по идее вот сюда надо дренажный тоже шланг подключать сюда штуцер такой же вот на вот делать и как сюда вход на делать или где-то дальше там где шланг метам изгиб такой колено идет еще купил ремкомплект на захват на цилиндр там он опять у меня что-то нашел пропускать на как бы это раз расходиться потихонечку разжимается недавно манжеты менял все опять расходится по ходу что за там вроде царапин сильных там ничего не было я что-то так сильно не присматривался но не было манжета вот этого изнашивается это основная на поршни который стоит и она начинает ну пропускать получается короче чё насос 41 потом вот этот фланец вот это в это вот что-то 900 рублей стоит что 800 или 900 потом вот этот а вот этот хомут идет главное в комплекте вот с этим с этим штуцером кому пытает такой еще идет сюда сразу шланг тоже итальянский на тоже какой-то даже инструкция какая-то здесь даже инструкция есть и получается вот это все вышло что-то на 46000 вот это все полностью вот коробка коробочка туда же вот написано какой насос номер видимо какие-то терзают смутные сомнения меня какие-то какой-то маленький этот насос что-то я не могу понять а вот такой если наш вот этот 80 брать 5 56 а если который 80 и он еще больше по размеру еще здоровенный такой он еще такой вот он еще больше тут вот это крепление больше все больше вот это вам толще диаметр и по весу чем тяжелее такой тяжелее на этот еще легкий даже этот тяжелее чем этот тяжеленный какой-то алюминиевый вроде бы корпус как так что-то непонятно тоже и насчет вот этого дренажного шланга я не знаю что думать что делать ты как а еще чё хочу сказать вот инструкция здесь написано строго запрещено устанавливать 6 тренинг фланцы таким образом чтобы они касались стопорного кольца вот этого тут стопорное кольцо стоит вот здесь вот он получается вот фланец одеваю до кольца доходит вплотную получается здесь притягивается на вот эту шайбу снять снять и сюда закрутить я не знаю болт подойдет не примерно такой же он притянет туда придавит к этому кольцу еще сильнее почему тут-то написано что нельзя так ставить чтобы что прижималась и как она держаться чтобы даже есть отверстие типа вот так тут просверлить и тут застопорить так ну не до конца вот так делаешь немного хрен его знает посмотрим как там поршни уходит такие поршни здоровые продолжаю делать дальше насос сейчас просмотрел весь интернет видео там все это характеристики насосов мдс-80 этот насос он короче 77 кубических сантиметров у него объем все нормально а то я боялся думаю мужку это не тот дали насос выкрутил заглушку зачем вот я все меня еще тоже в это возникали как бы сомнения в том что дренаж надо будет делать или не надо потому что вот на этом же дренаж стоит дренажная трубка а без нее нельзя использовать насос потому что там ну как внутри может создаться давление здесь в корпусе и ну просто выдавит сальник здесь который стоит сальник может выдавить может еще чего-нибудь не знаю короче корпус внутренность но полость корпуса насоса должна соединяться со входом где вот впуске идет масло но в этом насосе в итальянском тут не надо делать этот дренаж потому что как я уже сам потом я короче допетрил думаю как проверить его как проверить чтобы ну дренаж надо или не надо и короче специально пробку ты открутил чтобы сюда думать берешь сюда дуешь просто ртом и отсюда слышно воздух выходит где-то видать какие-то каналы там внутри есть отсюда так смотришь так что-то ничего не видно вроде бы где-то взять там как-то я не знаю это вот там сбоку что ли как какие-то сверления видеть есть специальные и она сообщение идет как дренаж прох происходит внутри насоса прямо не надо мете шлангов выводить вот так но и по-дурацки тоже сделано по идее вот там по уму все сделано вот тут тоже также нельзя было сделать нет вот надо сделать такую херню такие дренаж хираж вот и шланги торчат вот эти вот он прорвется это шланг и все все масло вытекет ноги а тут по уму уже сделано все внутри просто где-то видать какое-то сверление канал какой-то идет и он соединяется с корпусом а я думал гадал как бы думать дренаж надо не надо главном инструкции вот здесь ничего не написано по идее вот инструкция должно быть ну что-то написано тут дренаж нужен не нужен дренаж тут ничего нету но не написано что он нужен если бы он нужен был тогда вы бы написали сто процентов так что все нормально то я боялся болт снял с этого насоса шайбы как подходит только немножко шайба это побольше размером получается как вот так она не до конца садится до сейчас не на будет крепление это сделать там но тогда я не знаю как буду делать еще в 4 вот такая здоровая дыра придется мне как-то кусок что ли наваривать железо такой какой-то а этот носок не знаю может попробовать его вскрыть разобрать если так видео снять специально если время будет если то сниму может разберу опять времени нету на работы много очень пока положу его сторонку пусть лежит ждет своего так сказать момента можно продать кому-то по идее там работает ладно все что-то делаю дальше и потом смотрим продолжение так ну чё продолжаю делать дальше сделал такую пластину сюда переходную плиту просверлил про не совсем точно отверстия тут я здесь просверлил на 13 деда 13 с половиной даже сверло вроде ну подходят болты здесь вырезал сваркой подрежу немножко по мере линейкой раз еще подрежу почти идеального года морская траверсы железо вот вырезал кусок а вот траверсы которыми ломала то на фаркопе где фаркоп стоит с этой ставишь но это тут как она двойная видимо вот это траверса новая это сверху накладывали еще кусок делаю дальше просверлил в этом фланце отверстие 2 насквозь замучился сверлить его он такой какой-то металл крепкий глава плохо так сверлиться тяжело первое отверстие так разметил примерно так но прикинул тут пошли отсюда и так расстояние я получилось вот покажу ну как отступил немножко чтобы он плотную сюда не был сальнику то к этому в кольцу к стопорному где-то сколько не знаю миллиметра 45 может только то первое отверстие вот это с этой стороны после вы криво не могут мы как-то не не точно по шлицу получилось видно даже но сверло на 9 было и потом так еще и как бы развальцевал его немного и как бы нормально болт заходит он был а потом отсюда уже вот этой стороны прям так скреблил и туда ту стенку сторону прошли был этот болт про длинноватый на придется его обрезать по идее так он никуда не денег без болта даже без этого то чтобы было так лифте день будет немного так болтаться не знаю короче кто вставили как эти насосы может по идее вплотную прям к этому к стопорному кольцу делать да и пофиг ничего не будет я что-то может уже придумываю сам что-то в инструкции написано так как я фиг знаю думаю угадаю как что делать я буду ставить приваривать пластину и потом будем испытывать как он все будет работать у нас посмотрим как он быстрее качает не быстрее так значит все пластину приварил такой видок получился пришлось повыеживаться немного тут неудобно пришлось как не сделать сначала пластину прикрутить к насосу потом сюда так его кабунок вставить и с той стороны насос то падает не стоит не держится там подпирал дощечками по бокам прихватил немного потом насос снял и уже так обваривал ну чтоб с насосом не стал нагревать мало ли тут что-то насос нагреется тоже там хрен его знает или брызги какие-то накапает потом на этот на сальник туда куда ну а такой вид здесь болгаркой подпили вот эти места 1 1 уголки чтоб насос сюда вошел как бы эти можно было по идее просверлить здесь дырки эту пластину прикрутить просто на болты потом если надо раз снял поставил старый насос ну вот как тот тот который стоял пример ну типа такого же кого-то вот здесь крышка снимается тут фильтр стоит поменяю фильтр еще на заодно ну масло чистое такое как бы сливал когда масло чистое фильтр работает он я недавно его меня в принципе когда весной ладно все делаю что-то дальше все готово насос на месте стоит второй день уже ставлю шлицевая разбита надо по идее менять уже все сейчас осталось самое главное проверить все посмотрим отсюда еще вид какой тут у нас такой видок здесь получился нормально тут кому ты подошел хорошо затянулся это уже никуда не отпадет ничего но он принципе на таком нет падал на маленьком хомуте на узком эти подтянул тоже т.с. хомут от хомут тут снимать не стал ну вот текет видно блин а по идее бы конечно надо делать вот снимать чуть-чуть от матриц так что ты еще от штуцера за зиму что хочу еще добавить перед запуском насоса в инструкции написано надо надо налить туда маслом и внутрь вот пробка то вот это вот типа там как нарисовано через эту пробку налить масло тут смысл вообще наливать вот этот входной патрубок сюда подкрут подсоединяешь там я кран открыл и масло потекло сюда опять только бы изгиб идет хреново вот он изгиб как бы идет так и здесь воздух будет оставаться сюда масло как бы свою что это здесь воздух будет и надо это как сказать чтобы туда масла затекло надо этот шланг как бы не прикручилась на хомутом а так как бы его шевелил немножко такая шевелишь водороски да поставил чтоб масло стекало и все так тихонько шевелишь и веришь не слышно там воздуха там буль-буль буль-бульт а воздух выходит оттуда из внутри так пошевелилось пошевеливаешь и масло начинает течь и И нижний шланг тоже такой, как бы слабый сделал. Ну, не затягивал сразу же его, чтобы оно сюда тоже выходило. А здесь, как получается, что? На этом насосе дренаж, получается, там внутри уже сделал. Сюда, если масло попадет, то и туда попадет тоже. Так что тут смысл, тут пробки эти откручивать, заливать что-то. Ладно, все, запускаю движок. Накачиваю воздух и проверяю, как насос будет работать. Так, что, все проверяю, включаю насос. Самый, так сказать, самый ответственный момент. Так, пятую, наверное, не буду включать. Четвертый попробуем. О! Что-то работает. Пока на малых, ну-ка, тихонечко проходим. Чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть добавлю, посмотрим, что получится. Какая-то вибрация. Какой-то звук интересный. Лапы нормально, работают. Лапы нормально, работают. Не, быстро работает, вообще намного быстрее. Только какой-то бурт такой интересный. Тогда под нагрузкой работает. Лаппограмм «Свучка улого-лайн». Продолжение следует... так ну чё проверил быстрее работает намного чем тот насос но какой-то гудит какой-то звук такой на том не гудела ничего ну как-то нас такой насос видимо что есть то есть будем работать посмотрим что дальше будет насколько он как чего насоса и поведет себя насколько его хватит так сказать попробуем грузить лес посмотрим как что будет включена пятая передача 800 оборотов двигатель а Продолжение следует... 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 И до новых встреч... Такая замена насоса... На более... Мощную модификацию... Итальянский... Итальянский насос... Итальянцам привет! Кто делает насосы как-то... МДС-80... Ладно, всем пока! Продолжение следует...